Обольщение мирскими благами и соблазнами от шайтаны Следующий аят О жители Мекки! Поистине будут исполнены все обещания Всевышнего Аллаха Воскрешение после смерти, отчёт, соответствующее воздаяние за деяние, как за добрые, так и за дурные Рай, ад, мост Сырат, райские блага и степени обитателям рая, наказание и мучение обитателям ады Таким образом, Всевышний Аллах, хотя и обращается к жителям Мекки, призывает всех нас, убедившихся в вышеизложенном, быть готовыми к смерти, ведь смерть настигнет и нас В продолжении аята говорится Не обольщайтесь мирскими красотами и благами, забыв об Ахирате Проявляйте усердие в совершении благих деяний, которые принесут вам пользу на том свете Всевышний Аллах говорит «О сын Адамы, не обманывайся моим спокойствием, то есть тем, что я не тороплюсь с возмездием, ибо торопится с возмездием тот, кто опасается упустить возможность его осуществления» Словом, человеку не следует обманываться тем, что Всевышний Аллах оставляет его без наказания на этом свете Действительно, мы, люди, торопимся убить врага, поймать вора, опасаясь упустить их Отчего бояться Всевышнему Аллаху? Аля ибн Зияд рассказал «Мне приснился этот мир в образе убогой старухи со слезящимися от старости и немощности глазами, наряженной в красивую одежду Я спросил ее, кто ты, да убережет меня Аллах от тебя Я земной мир Если ты желаешь, чтобы Всевышний Аллах уберег тебя от меня, если это обрадует тебя, то не люби деньги, то есть пожертвуй их на пути Всевышнего Аллаха, не скупясь», ответила она В одном из хадисов пророка, алейиссаляту ассалям, говорится «Земной мир для разумных, мыслящих людей является богатством и добычей Поскольку земной мир – нива для того света Умные люди пользуются этим миром, трудясь на этой ниве ради ахирата, то есть совершая благие деяния Так они обретают вечную радость и награду от Всевышнего Аллаха на том свете Они вежды упускают такую возможность, не сумев воспользоваться этим миром То есть они не умеют извлекать из жизни пользу Жизнь их, обманутых этим миром, проходит без пользы И на том свете они оказываются ни с чем Таков смысл хадиса И в конце аята говорится «Не давайте шайтану обманывать вас надеждами на милость и прощение Всевышнего Аллаха» Шайтан вселяет надежду на милость и прощение Всевышнего Аллаха и говорит «Не бойся совершать грехи, веди себя как хочешь Ведь Всевышний Аллах не нуждается в твоем поклонении и прощает грехи Но совершение грехов, надеясь на милость и прощение Всевышнего Аллаха Подобно принятию яда в надежде, что ничего не случится Всевышний Аллах прощающий грехи и милостивый Но он, субханаватяля, суров в наказании того, кто заслужил наказание Согласно его справедливому решению И об этом мы должны помнить Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова